Всем привет, друзья! С вами Mahaun Horror. Сегодня я буду говорить немножко потише, потому что снимаю не в самый ранний час, и надо позаботиться о людях, которые живут у меня за стенами. Итак, сегодня я поиграю в очередную игрушку на Raycasting Game Maker, конечно же, сделанную на конкурс Weekly номер 2, RGM Weekly, если быть, конечно, точнее. И вы уже видите, тайтл этой игры Minimum, он выполнен в минималистическом стиле, в минималистическом звучании от этого названия. Ну и вы уже поняли, что тема конкурса минималистическая игра. Итак, давайте посмотрим файл Help. За моим лицом вы не увидите ничего, то, что здесь написано, но снизу написано Crystal Box, а самоуправление, которое вы за мной не видите, оно довольно стандартное. Итак, давайте начнем игру. Сразу хочу сказать, что игра у нас без сюжета, и сюжет, значит, разработчик дает самому игроку сюжет додумывать самостоятельно, так скажем. Ну, давайте я буду додумывать. Мы начинаем в какой-то камере, где у нас есть унитаз и какое-то подобие кровати. И сейчас мы будем двигаться из этой камеры и избегать, наверное, из этого виртуального мира, в котором мы сейчас с нам находимся. Почему он виртуальный, я думаю, вам уточнять не надо. Итак, у нас почему-то здесь не работает силовое поле, когда оно работает здесь. Здесь, наверное, кто-то есть, мы его просто не можем видеть, и там у него нет унитаза, я ему очень сочувствую. На самом деле, в камере без унитаза находиться это даже как-то... Здесь вот есть... Ой, господи, что я разглядываю? Ладно, пойдем дальше. И здесь у нас посреди коридора уже валяется пистолет. Это не может не радовать в плане того, что я теперь не такой беззащитный буду двигать, а с другой стороны, немножко вводит меня в заблуждение, чисто по логике, как в какой-то тюрьме, так скажем, может валяться пистолет посреди коридора. Ну, все ясно, с этим это какие-то мелочные придирки у меня пошли, да, я в принципе даже не придирался еще, так, аптечка еще опять, какой-то всего у меня нету, я уже за аптечку потянулся. Я, пожалуй, Ctrl-Z нажму у себя в голове и не стану ее подбирать. Так, здесь какие-то вот эти пауэрапы, я не знаю, зачем они сделаны, видимо, подсчет очков в игре будет все-таки. Так, диваны и, походу, все предметы окружения бьются. Это прикольно, да, только единственное, что они не бьются, на самом деле, исчезают. Тема минимализма я вообще не понимаю, чуваки. И вообще я ее предложил на тему конкурса, чисто ради того, чтобы полюбопытствовать насчет вашего восприятия этой темы. То есть мне интересно, как другие ее понимают, просто я ее не понимаю. Я люблю покопаться в мелочах, что-то там, какие-то там, порисовать маленькие пинтиплюшки, из которых целая картинка выходит. Вы уже, наверное, понимаете, о чем я говорю. И минимализм для меня это совершенно что-то чуждое, совершенно моей душе. Но, с другой стороны, вот сейчас вот я играю, довольно приятно играется. Хоть визуальная составляющая из себя практически ничего не представляет, но все равно как-то смотрится. Понимаете, образ есть, образами все такими составлено, и это на самом деле неплохо. Что-то в этом есть, но все равно я этого окончательно не пойму. И, понимаете, я даже, я бы даже сказал, я отказываюсь. Не потому что я дурак, а потому что я от этого далек настолько, что обсуждать дальше нечем. Так, ну, здесь мы подобрали новый тип оружия, это тоже не может не радовать. Скорострельное все-таки, наверное, и помощнее, и повиду повнушительней. И теперь мы уже подобрали ключ карты, насколько я понимаю, но мы должны найти выход. О, господи, как скример почти сработал. Е-мое, даже немножко и пугался этих летящих апельсинов. Горе апельсины, блин. Совершенно не вливающиеся в атмосферу игры, но это стандартный ресурс, который разработчик не успел заменить. К сожалению, ну ладно, не будем придираться. Так, тихо, тихо! Моя заторможенная реакция дает о себе знать, на самом деле. Давайте я поставлю на паузу, дойду до определенного момента, и мы продолжим. Что ж, продолжаем. Не знаю, насколько удачнее я в этот раз прошел. Но здесь хотя бы еще две аптечки валяются, и уже в некоторых стрелях. Благо, хоть они не простреливают насквозь этих ящиков, потому что, если бы использовалась другая версия рейкестинга Мейкера, то оно было бы так. Так, что-то их здесь очень много, и в прошлый раз, когда я погиб, на самом деле, меня двое, так скажем, почти завалили, а другие двое меня закопали. Теперь еще двоих встретил, я представляю, что было бы даже если бы я там двоих бы завалил кое-каким образом. Просто, на самом деле, иногда не мешает пройти заново более удачно. Если вы играете в подобную игру, наверное, рейкестинга Мейкера. Так, ладно. Напрягуха какая, даже говорить ничего не могу. Еще ключ карты, кстати, я не взял в том месте, где я брал ранее. Но, я так понял, их несколько на уровне, поэтому не будем на этот счет париться, и просто спокойно проходим. Раз несколько, значит... Так, не понял, что здесь кончается локация. О, ну сюда еще и пройти, оказывается, можно. Ой, смотрите, вуалет, блин, в середине черного этого. Что, недоделано, что ли? А, нет, все понял, это фишка такая, короче, оказалась. Блин, я, конечно, сегодня непонятливый такой, но, е-мое, это... Это реально меня привело в заблуждение сначала, но в итоге я решился войти в эту темноту. Кстати, думал, что это просто черная стена, перед нами стоит туда просто, нельзя пройти, как бы... ...черные дыра в игре. Да. Оказывается, это такой проход у нас не был. Ай, блин, какой-то здоровый враг попался, у меня закончились на нем патроны специально. Он, кстати, внушительно выглядит, по сравнению с этими тощими дроидами какие-то. Это дроиды, по-моему, какие-то, я не знаю, с кем еще сравнивать. Так, да, тут же акуль можно ворачиваться, что я куплю-то? Да, конечно, какой я сейчас буду ворачиваться, ни в коем случае у меня ничего не получится. Так. Идем дальше, ладно. Текс, текс. Здесь должен быть по любасу выход, потому что мы уже далеко так идем, довольно-таки. Я сомневаюсь, что это за очередным ключом, который... ...не один здесь на уровне далеко. Я вроде даже находил в трех разных местах здесь ключ. Ну и ладно, черт с ним. Это выход, друзья, мы прошли. Здесь подсчет очков, я же говорил, что подсчет очков должен быть 26294. Ну, это, в принципе, не так уж и важно. Я сомневаюсь, что я 3 минуты 58 секунд проходил уровень. Люто сомневаюсь. Так, надо сохраниться, чтобы не было больше казусов с перепрохождениями с самого-самого начала игры. Прям new game, как говорится. Здесь уже, кстати, локация поменялась. Тут кирпичные стеночки. И это даже очень даже похвально. Несмотря на то, что я минимализм не признаю, это уже нормально, в принципе. Хороший прием. Разнообразие локаций. Несмотря на то, что колорит у игры один и тот же. Да, тут как-то поприятнее все-таки. Чисто психологически поприятнее уже. Ух ты! Какой новый пух. Пушенцы! Здоровые на полэкрана, блин. Немножко не в центр смотрят. Ну, ладно. Ну, я так думаю, что с этой пушкой, если я уж проиграю, то это будет совсем позор. На всяком случае, на всякий случай, во втором слоте схоронимся. И вот я погибаю, потому что врагов слишком много, а пушка не быстрострельная у нас. Мы сейчас вот так вот сделаем. Ай, блин. Трайкистный геймейкер, блин. Зараза. Может мне пока туда лучше не соваться? Мне лучше поискать аптечки, да? Я тоже так думаю, в принципе. Так. Давайте заглянем сюда. Здесь что-то все красное. Ёбарный бабай. Ну, что такое, а? Ну, что такое, друзья мои? Ну, это совсем никуда не годится. Так, ладно. Значит, и сюда мы заглядывать не будем. Мы сюда дальше пойдем. А, еще два врага. Еще два врага. Еще два. А, 7 хп осталось. Ну, благо хоть что-то осталось. Где мои драгоценные аптечечки? О, как хорошо я строгировал. Даже ни разу у меня стрельнет не успел враг. Да что же вас как много-то? Один хп у меня оставили. Вот гады. Где аптечки? Аптечки дайте. Нет. Нет. Я знаю, что игра довольно короткая, но я не рассчитывал все равно проходить. Видите, какой казус? У меня 11 хп. Я лоханулся. Я знаю, что вы проходите ее лучше. Но не забывайте про то, что я еще и говорю и болтаю без конца, пока делаю летсплей. Поэтому это тоже вызывает определенные трудности. Так, лоуд гейм 2. Еще разочек попробую обязательно. Еще разочек попробую. Может быть здесь мне получится пройти. Так, 0% хп. Ладно. Еще раз попробуем. Последний, наверное, уже на этот раз. Мне кажется, хватит на эту... На этот ролик, короче, экшона уже. И надо закругляться потихоньку. Уже спать хочется, если честно. Так. Лоуд гейм. Нет, вот это был предпоследний раз. Сейчас вот будет последний. Я пойду по более мудрому пути. Надеюсь, вот где я. Все-таки один раз справиться смог с врагами. Э, куда ты скрылся? Так. 3 хп у меня осталось. Аптечечки, аптечечки. Где они, аптечечки? Ё-моё. Насколько плохо же я прошел этот момент так... Значит, попробуем сюда сейчас пройти. Сюда сейчас пройти. Господи, еще один враг. Открывай дверь давай. Открывай. Давай. Давай, давай. Высовывайся из двери. Сука. Меня поджидал, да? Ладно, друзья. Короче, игрушка прикольная. Тема минимализма, наверное, я думаю, раскрыта. Да, потому что я не умею оценивать. По геймплею довольно забавно и весело. Но дело в том, что, конечно, у меня сейчас состояние такое. Я сегодня очень сильно устал, поэтому я не стал тут изгаляться перед камерой вовсю и так далее. И по моему игровому процессу, вот как я справляюсь с игрой, все ясно сразу же. То, что иди-ка ты, лучше, чувак, поспи. А вам же спасибо большое за внимание и за терпение. То, что вы все это просмотреть смогли каким-то образом. Не знаю каким, честно. Я бы не смог, наверное. И обязательно подписывайтесь на канал. Видео будет веселее, обещаю. Не всегда буду я такой смурной. И, в общем, ставьте лайки или дизлайки. И всем пока.